Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. Сегодняшний видеоролик немножко необычный. Сегодня мы с вами будем собирать подорожник. Дело в том, что уже несколько лет у меня есть такая затея, и я изучаю всякую разную информацию именно по поводу подорожника. Узнала о нем очень много полезной информации. Он лечит соком подорожника, лечит язвы желудка, он от высокого давления сок подорожника помогает и так далее. Его используют в самых разнообразных целях, самыми разнообразными методами. Из него выжимают сок, его сушат, его прикладывают на ранки, это все знают. Но сегодняшний видеоролик будет о сиропе подорожника. Сироп подорожник лично нам для семьи нужен на зиму, поэтому заготавливать мы его будем впрок. Для того, чтобы зимой мы могли им пользоваться, давать взрослым детям при кашле, при простуде. Он очень хорошо помогает именно при легочных заболеваниях. И в связи с тем, что лекарства основаны именно на сиропе подорожника, то есть тот же самый сироп подорожника стоит в последнее время в аптеках зимой в сезон, как крыло от самолета. Я решила, что сделать это нужно самостоятельно, тем более, что это не так сложно. Как заготовить сироп подорожника на зиму впрок от кашля, от бронхита и от таких прочих неприятностей зимних-осенних, расскажу вам в этом ролике. Смотрите, я надеюсь, вам будет интересно. И начнем мы с вами с самых элементарных основ, где собрать этот самый подорожник. По названию понятно, что он растет вдоль дорог, и многие могут подумать, что его нужно обязательно собирать вдоль какой-нибудь пыльной дороги, он будет грязный и так далее, и так далее. Но для тех, кто не знает, хочу сообщить, что это абсолютно необязательно. Подорожник растет вдоль тропинок, вдоль каких-то сельских, малонакатанных, заброшенных дорог. Его там достаточно большое количество, и он там жирный, толстый, большой, поскольку по нему никто не ходит. Поэтому, если вы тоже собираетесь набрать себе подорожник и сделать такое лекарство на зиму, не обязательно ходить вдоль трассы или вдоль МКАД искать этот самый подорожник. Пройдитесь по тропинкам каких-нибудь лесных опушек, вдоль полей и так далее, и так далее. У меня подорожник растет прямо на участке. Вот здесь есть небольшая тропиночка, вот здесь, а также вон там есть тропиночки. Машина здесь практически не едет, за исключением нашей, в объезд. А вот здесь мы, например, ходим пешком, и вдоль тропинки этого подорожника, кстати, растет достаточно много. Пойдемте, я вам покажу. Вот она, эта самая тропиночка, о которой я вам сейчас говорила. И посмотрите, прям с краешку тропиночки подорожника растет, ну, очень большое количество. Он достаточно чистый, жирный. В общем, растет прямо специально для меня, чтобы я пришла его в этом году и собрала. Есть небольшой нюанс. Дело в том, что эта весна, у нас сейчас 2020 год, и весна и начало лета 2020 года выдались достаточно дождливыми. И подорожник, так сказать, набрал много сока. Посмотрите, у нас сколько травы ее выше, она почти по пояс выросла. Именно в связи с дождями. Вот когда весна такая, дождливая, теплая, и трава прям прет и прет, подорожник собирает самый смак, самый лучший вариант, потому что в нем много сока, он сочный, было много влаги. Но если вдруг весна у вас выдалась засушливая, например, да, и травка плохо растет, вообще все плохо растет, потому что очень сухо или в регионе, тогда подорожник собирать не очень хорошо, потому что он будет суховат, в нем будет мало сока, и этого самого сиропа, который нам нужно будет из него сделать, в нем будет мало. Есть одна такая хитрая вещь, если вы набрали подорожник, он такой бледненький, светленький, тоненький, да именно это означает, что у него нет влаги, он не сочный. Можно его замочить в воде, просто набрать, налезать листьев, замочить в холодной воде часа на 4-5, он наберет дополнительную влагу. Однако лучше всего все равно собирать подорожник именно в тот сезон, когда было много дождей. Ну, либо собирайте его после дождей, прошли дожди, например, летом, собирать его можно когда угодно, весной, летом, осенью, вот весь сезон можно, вместе с цветочками его можно собирать. Вот вы прошли дожди, он стал такой темный, такой тяжелый, вот этот самый-самый тот момент, когда его лучше всего собирать, тогда у вас получится много сиропа. Если вы наберете подорожника такого тоненького, жахленького, то выхода сиропа практически не будет, вам придется просто выкинуть. А нам, кстати, потребуется много сахара для этого, а сахар нынче не дешев, поэтому лучше подождать дождя и набрать подорожника именно сочного. Собирать его совершенно и абсолютно не сложно, делать это нужно без корня. Вот так вот прям встаем, так сказать, на все четыре точки и собираем его аккуратненько куда-нибудь в пакетик. Примерно за два часа у меня получился вот такой достаточно большой внушительный пакет. Ну что, пошли перерабатывать? После сбора неплохо бы листочки промыть. Делаем мы это просто холодной проточной водой в тазике для того, чтобы смыть, ну, возможную пыль или что-то лишнее с листочков. Теперь берем наши листочки, такими пучочками складываем их и нарезаем. Прямо вместе с ножками, не мелко. Делаем вот такой, ну, как бы, как на салат, на крупный салат. Значит, в чем смысл? Не надо их пропускать через мясорубку или мельчить как-то прям мелко-мелко, потому что потом эти мелкие части будут в сиропе. Сироп будет тягучий и выдавить будет, выбрать из него будет мелкий лист, очень сложно. Поэтому делаем вот такие крупные полосочки, немножко их совершенно жмакаем и, собственно говоря, складываем в тару. Что касается тары, у Юли есть вот такой большой 9-литровый, такая большая 9-литровая банка с крышкой. Именно в нее будем делать. Лучше использовать стеклянные банки, например, трехлитровые. Однако, если в вашей, ну, если, в общем, у вас руки не пролазят в горлышко, возьмите трехлитровую банку с большими крышками. Потому что придется, помимо того, что нарезать, придется еще и утрамбовывать. Ну и плюс доставать сироп, когда будет большое отверстие сверху, будет гораздо удобнее. Нарезали примерно пару сантиметров листьев, рукой их вот так хорошенечко притрамбовали. Ну, или у кого чем есть, может, какая-то деревянная палочка или там что-нибудь, в общем, получше так притрамбовали. И теперь сверху засыпаем сахаром. Берем самый обычный сахар-песок и присыпаем сверху. Ну, примерно должно быть один к одному. Но один к одному должно быть примерно по весу. Не очень много весит... Подорожник весит не очень много, сахар значительно тяжелее. Иногда я видела, что рекомендуют по объему делать один к одному, то есть сколько зелени, столько сахара. Но мне кажется, что это будет чересчур сладко, потому что сахара по весу будет намного больше, чем зеленых листочков. Поэтому так вот примерно на глазок, ну, вот у меня в такой огромной банке где-то, наверное, с полкило поместила сахар и полкило листочков. И теперь продолжаем в том же духе. Точно так же нарезаем наши листья, укладываем в банку следующим рядом и опять пересыпаем песочком. Сделаем, так сказать, как слоеный пирог из подорожника с сахаром. Итак, вот что у нас получилось. Совет дам, трамбуйте как можно плотнее туда зелень, потому что все равно между листочками остается воздух и в процессе приготовления она осядет и сверху будет достаточно много пустого места. Получилась одна 9-литровая баночка и одна 3-литровая. Конечно, не забудем закрыть крышками. У меня вот в 3-литровой банке с большим горлом не оказалось подходящей крышки. Я надела просто пакетик и резиночку. Теперь баночки нужно убрать в темное, прохладное место. Хорошо, если у вас есть подпыл, погреб или что-нибудь подобное. Но на крайний случай можно поставить в холодильник. Если ваши баночки, скажем так, перегреются, то наш подорожник начнет бродить. Возможно, для кого-то это и будет радостью. Например, для мужской части, любящей увлекаться домашними напитками, возможно, и напиток из подорожника тоже будет. Ничего я, если честно, не знаю. Но наша задача сделать сироп, чтобы он не закис и не забродил. Поэтому убираем в холодное темное место на 2 месяца. Готов будет через 2 месяца. То есть в течение этого времени листочки будут отдавать свой сок, сахар будет растворяться и настаиваться. Примерно через 2 месяца мы обязательно с вами вскроем и посмотрим. Для тех, кто будет смотреть этот видеоролик позже, сейчас у нас середина июня 2020 года. Если вы где-то в августе-сентябре этот ролик смотрите, и вам интересен результат, то внизу в описании я оставлю вам ссылочку на тот ролик, который будем снимать позже. Если уже все это время прошло и вы смотрите, можете в описании зайти и посмотреть, увидеть результат. Если вдруг там ничего нету, просто маякните мне в комментариях, Юля, ты обещала показать результат. Ну, где-нибудь так, ближе к осени, в середине осени, потому что я могу просто забыть, если честно. И я такой ролик сделаю, обязательно ссылочку туда размещу. Что-то еще хотел сказать. Хранится такой совершенно замечательный наш настой-сироп будет аж до следующего сезона. То есть в течение года он будет стоять у нас в подполе. Если нам понадобится, мы будем туда спускаться, набирать сироп в какую-то емкость и давать болеющим людям. Принимать такой сироп из подорожника при кашле вот этих всяких легких легочных заболеваниях рекомендовано по одной столовой ложке три раза в день для взрослого человека, по одной десертной ложке три раза в день для подростка и по одной чайной ложке для детей там до трех лет. Говорят, что даже совсем маленьким детям тоже можно. Я не претендую, это информация из, так сказать, просторов интернета. В любом случае сироп подорожника всегда помогал при легочных заболеваниях, баронхитах и вообще всем, что связано с нашими легкими. Несмотря на то, что подорожник является одним из самых распространенных, самых мягких и применяется в очень широкой области различных заболеваний, конечно, у него есть и противопоказания. Во-первых, это индивидуальная непереносимость и аллергические реакции. Во-вторых, это проблемы со свертанностью крови. В-третьих, это тромбофлебиты. И еще проблемы с желудочно-кишечным трактом в стадии обострения. То есть, если вот у вас есть что-то из этого, в этом случае, конечно, подорожник применять не рекомендуется. Во всем остальном, думаю, что наша заготовочка нам очень и очень пригодится, когда наступят холодные сопливые времена. Все вроде бы я вам рассказала, показала. Если остались какие-то вопросы, в принципе, можете задать их мне в комментариях. Если знаю, то обязательно отвечу. На этом будем с вами прощаться. Внизу в описании к этому видеоролику оставлю ссылку на будущий ролик через два месяца. В общем, кому интересно, сходите, посмотрите. Вот здесь, вот здесь вы видите что-нибудь интересное. Вот сюда нажмем пальчиком, подпишемся на наш канал. Вот здесь понижен наш второй канал про колбасу и копчености. Все, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Всем желаю не болеть. И всем пока.